Продолжение следует... Там, откуда я вещаю, сегодня не очень хороший интернет-канал, поэтому я буду только голосом рассказывать без видео. Спасибо, что ставите плюсики, спасибо, что рассказываете, откуда вы нас смотрите сегодня. Хочу предупредить, что сейчас система вебинара работает с перегрузом, и если будут какие-то сложности, то прошу отнестись к этому с пониманием. Давайте начинать наш сегодняшний вебинар. И начнем мы его со вступительного слова наших партнеров компании ПЛАС Альянс. Я приглашаю в эфир Константина Гризова, управляющего партнера компании ПЛАС Альянс, и передаю ему слово. Константин, выходите, пожалуйста, в эфир. Продолжение следует... Коллеги, всем добрый день. Я рад, что вы нашли время и решили поучаствовать в нашем вебинаре. Теперь попрошу вас подписаться в онлайн-чате, хорошо ли меня слышно. Поставьте знак плюс, и мы продолжим. Замечательно. Давайте я представлюсь. Я Константин Гризов, я управляющий партнером лидер-холдинга ПЛАС Альянс. Обещаю, что сегодня новостей о коронавирусе не будет, и вы получите только интересный контент. Немного о ПЛАС Альянсе. Два крупнейших СМИ банковской и ритейл-индустрии, а именно журналы ПЛАС и ритейл-лойалти. Мы организуем международные плац-форумы, готовим обзоры, проводим исследования рынка, осуществляем консалтеры. Также организуем онлайн-конференции и вебинары. Совместно с компанией Just.ai мы решили провести вебинар, тема которой в сложившейся ситуации является очень актуальной. Но сегодня весь мир перешел работать на удаленку, и многие компании не справляются с объемом обращений от клиентов. А терять клиентов в период кризиса непростительно. Как бы мы этому ни противились, становится очевидным, что мир стремится к автоматизации. Сегодня вы узнаете, как чат-боты и роботы смогут решать ваши задачи и обрабатывать запросы заказчиков гораздо быстрее. Спикерами нашего вебинара выступят Наталья Михайлова, руководитель ивент-направления, а также Ксения Перова, менеджер по работе с клиентами и партнерами компании Just.ai. Если во время выступления спикера у вас возникнут вопросы, обязательно задавайте их через онлайн-форум, через онлайн-чат. Кстати, всем дослушавшим вебинар до конца, а также наиболее активным участникам, я дарю бесплатный доступ на все закрытые статьи, интервью, журнала «Плаз» и «Ритейл Луэкси». А сейчас можно начинать. Я даю слово Наталье Михайловой. Константин, спасибо. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики, что вы меня снова слышите. У нас все хорошо. Я буду часто это спрашивать, потому что всегда стабильно. Мы переходим к основной части нашего вебинара. И вначале я освещу несколько организационных моментов. Да, да, есть подключение. Система позволяет, что у меня нестабильное подключение к интернету. Должно скоро справиться. Давайте потихоньку пока начинать. Да, понимаю. Ну, вот то, о чем как раз я предупреждала. Так, сейчас должно стать лучше. Система говорит мне, что подключебильно. Поставьте плюсики, если стало лучше. По регламенту, что нас сегодня ожидает, по времени мы ориентируемся примерно на час. Плюс-минус, в зависимости от объема вопросов. Если у вас возникают проблемы с аудио-видео, нажмите F5. Обновите страничку. Это часто помогает. Но не всегда. Если у вас медленный интернет, то лучше отключить видео спикера. Я обещаю без видео, но Ксения продолжит с видео. Отключить видео можно, наведя мышку на изображение ведущего и отключить камеру. Вопросы пишите нам в общем чате, где мы сейчас с вами переписываемся. Будем отвечать. Вебинар записывается. Запись вебинара и презентацию мы разошлем всем участникам. И выложим на YouTube-канал JustEye. Собственно, на этом все по регламенту. Переходим к основной части вебинара. Я приглашаю в эфир Ксению Перову. Ксения в нашей компании непосредственно ведет проекты по внедрению чат-ботов и колл-ботов в крупные компании. У нее большой опыт, которым она сейчас с нами поделится. Всем привет! Скажите, меня слышно и видно? И нормально ли слышно без сбоев? Супер! Так, я тогда начну. Вижу, плюсов много. Собственно, да, меня зовут Ксения. Я менеджер по работе с клиентами по бане JustEye. Мы сегодня будем... Ну, не видно и ничего не теряйте, на самом деле. Вообще видео есть. Сегодня мы с вами поговорим о кейсах, которые можно реализовывать на базе наших технологий, которые разрабатывает JustEye, о том, как готовиться к проектам по автоматизации и как понять вообще, что они вам требуются. Но для начала давайте я немножко расскажу, чем вообще занимается JustEye, кто такие и как давно есть, и вообще почему про нас может быть интересно слушать. JustEye – это IT-компания, которая занимается разработкой платформ, программного обеспечения или, проще говоря, инструментов, с помощью которых можно создавать ботов. Ботов, которые умеют разговаривать с людьми на естественном языке. Естественный язык – это тот, на котором люди общаются между собой. То есть не какие-то строго заложенные команды или кнопки, хотя и они тоже могут быть. Но фразы, которые люди обычно могут задавать другим людям, вот как им нравится. У нас головной офис находится в Санкт-Петербурге. Там сейчас уже больше сотни специалистов работают. Есть также представительство Москве, Лондоне и Китая в двух городах. Мы помимо разработки программного обеспечения, в котором можно создавать ботов, иногда еще для разных компаний, собственно, и разрабатываем самих ботов. То есть нужно заранее говорить, что сегодня мы будем говорить об автоматизации общения в различных каналах. И, как правило, для большинства компаний автоматизация общения связана с двумя типами расходов. Это то, на чем создается бот, то есть это какая-то технология, программа, и то, сколько стоит сам проект по его реализации. Собственно, в Just Time мы занимаемся и тем, и другим. Поэтому, собственно, после вебинара, если у вас останется интерес к этой теме, вы сможете с нами связаться, мы поможем всем, чем сможем, с ориентируем, с чего можно будет начать и на базе каких технологий из наших или, может быть, наших коллег. Как вы видите, нашими технологиями пользуется крупнейший бизнес в России и в Европе в том числе. Это и банки, и операторы связи, и food retail. И, естественно, каждая из этих компаний, она по-своему применяет наши технологии для различных сфер, собственно, кусочков бизнеса, в которых им требуется автоматизировать как-то это общение. Благодаря чему все это возможно? Как я и сказала, есть инструменты, и в основном про те, которые вам будет, наверное, интересно знать, это две платформы. Есть у нас платформа Just.ai Conversational Platform и AmyLogic. Just.ai Conversational Platform можно создавать сложные по своей архитектуре сценарии, сценарии с подтемами, сценарии, которые могут быть реализованы с помощью интеграции с внешними системами. Ну, чувствительные, да. Давайте я его просто подумаю, потому что я не знаю, как настроить чувствительность, если честно. Скажите, сейчас получше, не так дребезжит, трещит, чтобы вас просто не раздражать на протяжении часа. Хорошо, спасибо. Тогда давайте я продолжу. Итак, JCP. Сложная, технологически сложная разработка. Основная наша платформа в этой платформе. Это наша основная платформа, в которой мы для различных компаний еще также оказываем услуги по созданию сценария ввода. Как вы видите, там небольшой есть скриншот редактора сценариев. Вся разработка в этой платформе ведется на уровне кода. И есть платформа AmyLogic, в которой люди также могут создавать ботов, которые понимают естественный язык, но она значительно проще для понимания. Соответственно, и ботов, которых они можно создавать, они будут несколько проще, чем на базе основной нашей платформы. Но при этом плюс этой платформы в том, что не могут создавать боты абсолютно любые люди, которые не умеют программировать. То есть там все происходит на уровне графического редактора. Еще второй плюс в том, что она доступна сейчас для всех. То есть вы можете просто заходить на сайт, регистрироваться, у вас будет сразу же доступ к этой платформе, и вы можете создать какого-то бота или подсмотреть шаблоны ботов, которые там уже есть, и как-то их адаптировать под себя. Но давайте перейдем к тому вообще, какие могут быть созданы боты для, например, тех, кто не знает. И давайте я сначала скажу про то, что в нашей платформе вообще нет никаких ограничений по поводу того, о чем бот должен будет общаться, ну то есть или что он должен будет понимать. Здесь область применения скорее зависит от задачи компании. И часто в компаниях нужны боты, которые являются первой линией поддержки клиентов на сайте, или это боты, которые звонят и опрашивают пользователей, или это боты, которые что-либо продают, HR-боты, внутренний, внешний. Собственно, захотите вы сказка рассказывающего бота или какого-то еще, можно сделать абсолютно все. Тут будет стоять вопрос только в том, зачем вам это надо, и, собственно, зачем это нужно всем остальным. Дальше в целом реализовать можно на базе нашей технологии абсолютно любого бота. А сегодня мы будем с вами говорить про три основных кейса, достаточно верхнеуровневых, чтобы просто затронуть основные области, где применяется, где вообще чаще всего используется бот. Это чат-боты, боты, которые работают в тех своих каналах, боты для входящей линии в телефонном канале и боты, которые осуществляют исходящие звонки. Мы не будем, наверное, затрагивать все возможные кейсы, которые можно реализовать в чат-ботах или в ботах для исходящих звонков, потому что их большое множество, как я уже сказала, и ничем не ограничивается. Но я в целом вас могу сориентировать по тем трем вопросам, в разрезе которых мы будем их рассматривать. То есть, опять же, повторюсь, это зачем боты такие нужны, как понять, что именно вам они сейчас будут полезны, и что потребуется для того, чтобы собрать боты вашей мечты, неважно, из какого канала. Начну я с чат-ботов. Давайте подумаем с вами вместе, когда и почему боты полезны. Ну, безусловно, как все знают, машина не человек, она может работать круглосуточно, без выходных и праздников, и, соответственно, большой плюс чат-бота – это то, что он может общаться с клиентами 24 на 7. Плюс ко всему, он может вести сразу же десятки или сотни даже переписок одновременно, в отличие от людей. Бот реагирует мгновенно. Как правило, это занимает меньше секунды. В случае, если происходит какие-то… если бот настроен таким образом, что происходит интеграция, то, возможно, чуть подольше. Но все равно в районе двух секунд. Такая скорость человеку пока недоступна. Еще один неоспоримый плюс – это то, что бот отвечает ровно так, как вы его научили. То есть, он не дает никакой отсебятины, он скажет именно так, как, в общем-то, нужно отвечать у вас по регламенту в компании. И плюс ко всему, он в любом случае будет честен с клиентами. Если он о чем-то не знает, он в любом случае об этом признается честно. И если нужно, переведет диалог на оператора. Если нет возможности перевести диалог на оператора, ну, просто не будет дезинформировать клиента, в отличие от некоторых людей. Естественно, бот совершает мгновенный поиск, потому что машинки, интегрированные с внешними системами, по конкретным методам, они смогут отыскать любую информацию, которая требуется в рамках диалога. И у ботов бесконечная память. То есть, он не забудет завтра, что вы вчера ему сказали, что у вас обновился прайс-лист, например. Или что у вас изменились часы работы или способы доставки. Он будет помнить это всегда и ровно до того момента, пока вы не захотите это удалить, либо изменить. И, конечно, вот никогда сам по себе не уволится, не заберет свои компетенции. Он будет работать у вас только, сколько вам нужно. А насколько я знаю, в большинстве контакт-центрах одна из основных проблем, ну, и вообще в целом, в сфере, где обслуживание происходит, клиентов, это текучесть кадров. Собственно, с ботами таких историй не происходит. Его просто нужно постоянно обучать, любить и развивать. Итак, давайте же разберемся, а что. Да, негативных сторон понятны. В основном они все связаны с тем, что большинство компаний понятия не имеют, с чего начать, на самом деле. Все плохие разработки, они, как правило, относятся к тому, что, ну, в общем-то, нету определенной конкретной цели. Именно поэтому я сегодня скажу, что будет правильно подготовить для создания проекта, для чата бота. Это также можно сказать, что при создании сайта, 9 из 10 сайтов, они бесполезны. Ну, почему? Сама штука сайта полезная, да? Почему же 9 из них не очень? Потому что 9 из них, те, кто придумал их, плохо подумали. Вот, собственно, с ботами абсолютно такая же ситуация. Давайте подумаем о том, когда он необходим. Моя всегда рекомендация клиентам – это думать о том, что если вы хотите внедрить чат бота, например, на сайт, то лучше всего это делать, если вы уже обслуживали клиента в текстовых каналах. Очень странно принимать решение, что вы отдадите на утку боту запросы, какие-то сайты или мессенджеры в соцсети, если вы никогда там с клиентами не взаимодействовали. Возможно, у вас там вообще нет людей, которые бы вам что-либо писали. Поэтому первый триггер, который можно себе там поставить галочку и задуматься о боте, да, я веду с клиентами переписки, переписки – это хорошо, у меня их много. Собственно, у вас есть аудитория, значит, можно думать о чат боте. Второй триггер, конечно, люди не справляются с объемом обращений. Ну, мне кажется, сейчас PPR-ная история была в самом начале компаний различных, да, то есть обращений было очень много по отрицательным каким-то моментам. У некоторых компаний сейчас в силу состоятельства по положительным событиям большой объем обращений. Ну и, собственно, если вы не планируете расширять свой штат, да, там мгновенно вдвое или втрое, если у вас происходит большой наплыв, то тоже можно задуматься о внедрении чат-бота. Он сможет в любом случае, если правильно подойти к разработке, сократить объем обращений, который поступает сейчас на ваших менеджерах, колл-центр или других сотрудников, которые сейчас работают в текстовых каналах. Третий, наконец, триггер. Вы, анализируя переписки, понимаете, что, ну, люди вообще, они предсказуемы. Можно предугадать, о чем они хотят спрашивать в текстовых каналах, соответственно, это можно автоматизировать. И, ну, собственно, если у вас в чат-боте спрашивают какие-то суперсложные вопросы по поводу, там, не знаю, внедрения сложной технологической системы, и, там, не знаю, люди пишут, как правило, какие-то манесисты на эту тему, то, скорее всего, нет, бот вам не нужен. Но если вопросы там похожи, и вопросы похожи, их можно автоматизировать, в принципе, вы догадываетесь, что есть у вас, даже у ваших операторов какие-то заготовки, то да, бот будет уместен. А теперь про то, что нужно подготовить, с чем можно прийти к разработчику ботов для того, чтобы ваш проект состоялся. В целом, я, наверное, минут 10 пока рассказываю, когда необходимо, вы уже прочитали, что нужно для проекта. Поэтому давайте просто прокомментируем. Итак, логи диалогов. Как сказала, если вы уже работаете в текстовых каналах, наверное, у вас есть исторические данные из этих каналов. То есть их в большинстве рабочих местах операторов можно выгрузить, и, соответственно, они будут крайне полезны для этапа анализа, а потом и для этапа разработки сценария, хотя бы для того, чтобы увидеть примеры фраз того, как люди задают вам вопросы на те или иные темы. То есть исторические данные это всегда большой жирный плюс при разработке какого-либо сценария. Дальше. Скорее всего, если вы в планах имеете создать какого-то сложного бота, вам нужно будет его с чем-то интегрировать. И если вы понимаете, что это требуется, то нужно обязательно записать себе, а потом дать разработчику, перечень информационных систем, с которыми требуется интеграция. И желательно у большинства хороших систем, в которых хранится какая-то информация, есть методы API, с помощью которых можно эту информацию, которую требуется боту использовать, передавать. И плюс ко всему, если я не знаю, что такое методы API, ничего страшного, это вообще можно и не знать, можно просто при подготовке общения с компанией-разработчиком, подойти к своим разработчикам, попросить, вот, я хочу создать бота, мне нужно, чтобы бот брал информацию по ценам, например, расписанию или там еще чему-то, у нас это хранится там, допустим, где-то так. У нас есть API. Вас поймут, вам все дадут, если они есть, если нет, то можно будет разобраться, но, как правило, большинство систем, они есть готовые, если это не самописно, конечно, и специально. Что еще нам потребуется? База знаний в IQ, про что нужно помнить, если вы знаете, что у вас уже был опыт, да, того, что у вас есть топ-100 вопросов, например, или 50, или 20 часто задаваемых, да, которые могут возникать у людей вообще из любой точки диалога, то было бы неплохо ее, эту базу знаний также внедрить и в бота, чтобы он смог на такие вопросы отвечать. И, конечно, всегда нужно стремиться к какой-то цели, то есть необходимо поставить какие-то KPI, которые вы хотели бы достичь, например, на тестовом периоде или уже при внедрении бота полноценно в прод, да, собственно, это конкретные показатели, то есть сокращение нагрузки на операторов, то есть какие-то проценты, это может быть количество вопросов, которые бот должен отрабатывать самостоятельно, да, все что угодно. То есть все, что вам важно внутри вашей компании при внедрении бота, это стоит зафиксировать. Тогда и разработчику будет понятно вообще, можно ли вам помочь чем-либо, или ваша цель недостижима, ну и вы в целом будете знать. и вы в целом будете знать вообще к чему стремиться. Я полагаю, да, тем, что нам потребуется для чат-ботов на таком верхнем уровне, для оценки проекта, для того, чтобы подготовиться к проекту мы разобрались. А вкратце, вот у нас есть, например, компания, которая использует чат-ботов, да, абсолютно из разных тестелей, у них они расположены на сайте, в мессенджер-соцетях, и мне кажется, это достаточно хороший наш список клиентов, он как-то самоутверждает и меня, мне кажется, и компанию. Ну, собственно, это значит, что, да, если нам доверяют такие компании, нам можно доверять в этом вопросе. И, в частности, если кому-то очень захочется посмотреть пример реализации, пообщаться с каким-то ботом, то вот один из них вы можете зайти просто на сайте Курила, там есть чат-виджет на сайте, кругляшок такой с роботом, и также он работает, этот бот, в соцсетях и мессенджерах. Прошу быть внимательным к тому, чем занимается компания, то есть не стоит, наверное, задавать вопросы боту там про погоду, про природу, про то, как заказать пиццу, учитывая, что это бот специфический, да, он для сайта Курила, который производит краску. И этот бот, он показывает, что можно понимать запросы внутри него и на уровне естественного языка, то есть спросить, что это, что чаще всего спрашивают компании, и нажимать кнопки, кнопки это такие подсказки, которые ведут пользователь, если он не знает, о чем вообще этого бота можно спрашивать. Такое тоже бывает. И при внедрении бота на сайте как поделились наши коллеги из Текурила, 40% диалогов, которые поступают через этот канал, обрабатывают бот самостоятельно. Это очень хорошо. Давайте теперь поговорим про входящие звонки. Вообще, если быть честным, то конкретно для нашей технологии не имеет значения, если мы говорим про входящее обращение, разрабатывается это для письменных каналов или для голосовых каналов, все равно создается сценарий, некий сценарий. Есть только нюансы в том, что люди в письменных голосовых каналах, они немножко по-разному формируют свои ожидания. Собственно, в голосовых каналах первую линию поддержки в телефоне несколько сложнее. Скрывать не буду создать, но тем не менее, у нас есть опыт создания такого бота, я вам чуть попозже расскажу. И бот на первой линии безусловно сможет сократить количество пропущенных, потому что у вас уже в первую очередь будет не что-то вроде ваш звонок очень важен для нас, или не просто гудки, или какая-то музыка, или авиар с 10 кнопками, когда невозможно дождаться, когда же там дойдет мой пункт, такой бот позволит сократить количество пропущенных. Чаще всего для бота на входящую линию требуется отвечать на популярные вопросы какие-то, не вести полноценный диалог, как это делал бы специалист, потому что некоторые люди разговаривают часами, естественно, боты поддерживают диалоги часами с клиентом на хорошем, так скажем, том уровне, на котором люди общаются между собой, они пока неспособны. Плюс такого бота в том, что все диалоги, которые совершаются, он записывает и в тексте, и в звуке, то есть вам для того, чтобы потом анализировать, что происходит с людьми, которые общаются с этим ботом, будет намного проще. То есть есть вам и транскрибация, есть вам и звуковая дорожка, есть поле деятельности для того, чтобы как-то это улучшать и развивать. Можно также с помощью такого бота, скажем так, создать некого голосового AVR, то есть просить людей не нажимать кнопки, а сообщать заранее, что я могу отвечать на такие и такие-то вопросы, что бы вы хотели узнать. И после того, как человек отвечает на вопрос, бот передает его, например, на оператора, на конкретную скилл-группу в компании. Когда нужны такие боты? Боты нужны естественно, когда у вас большой объем пропущенных звонков. Тут я уже сказала, бот всегда приятнее, чем просто ваш звонок очень важен для нас. Можно с помощью бота на первой линии поддержки в голосовом канале предугадывать причины звонков, если этот бот интегрирован с вашими системами. Например, можно идентифицировать клиента по номеру телефона, если у него совершен заказ, и бот может ходить в систему, где ваши заказы есть, то бот автоматически может, например, еще до того, как человек задал вопрос, сказать, здравствуйте, Андрей, ваш заказ находится в таком-то статусе, ждайте, пожалуйста. Если вас интересует другой вопрос, скажите мне, пожалуйста. Ну и, собственно, таким образом у вас вообще может быть сократиться количество звонков, которые будут доходить до оператора. И, конечно, бот будет полезен, когда вы хотите просто избавиться от кнопочного AVR и пойти в сторону развития его и перенести все это в голосовое управление. Что нужно для того, чтобы создать или подумать разработчику о том, как вам помочь в создании бота? Первое это список тематик, на которые бот должен отвечать, разговаривая с людьми на первой линии в телефонном канале. То есть, безусловно, нужно сделать какой-то небольшой анализ звонков, которые у вас сейчас происходят. После того, как вы определили, например, список тематик, которые хотите автоматизировать, нужно по этим тематикам подготовить записи звонков. В идеале, конечно, транскрибированы, но если нет возможности, ничего страшного, хотя бы просто по 10-15 записей звонков на каждую из тематик, для того, чтобы при анализе и разработке была возможность также видеть примеры того, как люди по этой теме пытаются задавать свои вопросы, или как они взаимодействуют сейчас с компанией. Да, анализ мы тоже делаем. Вообще, при разработке у нас всегда закладывается время на анализ диалогов, но надо сказать честно, что если вы в любом случае, так как работаете в компании, лучше знаете предметную область вашей компании, и поэтому будет правильней, если вы в силу своего опыта сможете определить топ тем, которые больше всего востребованы в компании. А дальше мы уже проведем анализ на топ уровне, который требуется для разработки конкретных тематиков внутри платформы. Транскрибированные это значит, что звуковые дорожки переведены в текст. То есть сейчас есть доступные технологии, которые позволяют загрузить звук, и он сразу же превратится в текст. Там есть всякие разные. Не буду никого рекламировать. Не буду никого рекламировать. Напишите там, не знаю, сервисы синтеза и распознавания. Вот. В Гугле и Яндексе. Да-да-да. Все верно. Speech Detect и есть АССР еще. Итак. Подготовка. Список тематики сказала, запись звонков сказала, KPI. Конечно. Вы же, когда приходите в, например, контакт-центр, который будет, например, обслуживать ваши звонки на входящих, вы же ставите какие-то цели, которые вы должны достичь. этот контакт-центр. Собственно, то же самое нужно подготовить и для бота, которого вы хотите видеть. FIQ. Просто список вопросов, которые вы знаете, что перманентно закрепился у вас в компании, у всех клиентов, у всех каналах. Скрипт работы операторов. Зачем это надо? Ну, собственно, исходя из этого, можно будет сталкиваться при создании сценария того, как бот должен разговаривать. Наверняка вы же своих операторов обучаете так эталонному скрипту, которому вы хотели бы слышать на первой линии. Собственно, бота можно этому научить. Правила маршетизации здесь про то, если вам требуется бот на первой линии, который как AVR, то есть он должен маршетизировать звонки на конкретные скелл-группы, и плюс, конечно, надо еще подумать на той телефонии, которая будет подключена к боту. Это все уже такие нюансы, которые чаще всего обсуждаются непосредственно в производстве. Вот этот небольшой список, он уже будет лучше, чем ничего. Есть у нас про кейс, давайте скажу. Есть у нас компания Cardiff, это международная компания. А Вера нужен в любом случае. Да, не в любом случае, тут как-то вам нравится. Но если говорим о боте, который стоит на первой линии поддержки в телефонном канале, это сам популярный канал вообще, пока существующих в человечестве, то это было бы проще реализовать, чем просто полноценно болтающего на все темы бота в телефонном канале. Я сейчас отвлекусь от вопроса, давайте я сначала дорасскажу, а потом на какие-то вопросы в конце отвечу. Есть у нас бот на первой линии телефонного канала в компании Cardiff, это международная компания, которая занимается страхованием жизни. Бот был реализован на русском языке, есть сейчас развитие в сторону иностранных языков, и в тот момент, когда внедрялся этот бот, уже были достаточно хорошие у нас результаты внедрения, то есть это и сокращение количества запросов переводов на операторов, и процент потерянных звонков, соответственно, бот, конечно, скажем так, не идеален, чаще всего люди в целом больше любят общаться с людьми, но какая разница, что любят чаще всего, если работает технология, и она действительно помогает сократить нагрузку и отвечает на вопросы многих клиентов корректно и правильно, и это не заставляет их ждать диалога с человеком, если уж так требуется, он в любом случае всегда переводит этот диалог на специалисты контакт-центра. с входящими ботами разобрались, давайте теперь про исходящих. Сейчас еще посмотрю, что вы написали, сколько времени в среднем приходит на минуту. Так, нет, не буду сейчас на это все отвечать, большие вопросы. Давайте буду продолжать вести свой вебинар. Боты для исходящих звонков. Ну, здесь все понятно, мне кажется, да, те боты, которые звонят всяким разным абонентам по разным поводам и тоже тут очень все похоже на в целом то, что есть по преимуществам и у других ботов, это круглосуточная работа, возможность учитывать регион абонента, то есть вы запускаете обзвоны, которые работают 24 на 7, при этом боты не звонят в 3 часа ночи в Владивостоке, да, во Владивосток звонят с учетом времени абонента, может, можно с помощью бота для исходящих звонков организовать себе такой нехилый контакт-центр автоматизированный из сотен линий, на которых обслуживает бот эти, совершает бот эти исходящие звонки. Вот всегда в хорошем настроении, то есть одна из проблем, почему даже хорошие менеджеры, которые операторы плохо совершают исходящие ангене, потому что они их не могут делать, потому что они просто устают, и у них в голосе это слышно. Так вот, у ботов такого нету, они всегда в хорошем настроении, честные честные с клиентом, если мы говорим про продающие сценарии какие-то, я знаю, что бывает так, что из-за того, что у операторов есть такие какие-то KPI, чтобы больше чего-то подключить, они некоторую информацию либо умалчивают, либо недоговаривают, из-за чего в дальнейшем, допустим, какую-то услугу может и подключили, но в целом для компании это не очень хорошо. В случае работы с ботом записывается вся информация, которую нужно доносить для пользователей, чтобы честно подключать какие-то услуги или доносить информацию, и, собственно, бот ничего утаивать не будет или там, не знаю, лукавить, он все расскажет так, как вы его захотите научить. И, конечно, мне кажется, очень большой плюс это стоимость минуты разговора. Ну, мы всегда рассчитываем минуту разговора бота, исходя из стоимости платформы, стоимости сервиса в синтезе распознавания речи, который используется попутно с платформой, и, как правило, не учитываем стоимость разработки, потому что это просто капитальные расходы, как, например, нанять людей и обучить их. То есть это есть, есть, это нужно всегда учитывать. Дальше дальнейшие все расходы по исходящим заканам, они намного дешевле и меньше, чем при работе с живыми людьми. И это, конечно же, наверное, самый большой жирный плюс. Когда такие боты нужны, мне кажется, даже как-то странно говорить, но все же давайте обсудим. Ну, во-первых, у вас есть постоянные какие-то обзвоны, по какой-то теме. Например, вы всегда предупреждаете клиентов о чем-либо, если у вас происходит изменение в компании. Либо у вас постоянно происходит какое-то уведомление об акциях, либо вам нужно что-либо продать, несложное, такое, что можно продать действительно со звонка, либо вам нужны опросы по качеству удовлетворенности. Собственно, исходящие звонки, они всякие разные бывают, тут надо скорее смотреть. Если они у вас действительно постоянно, то какую-то часть из них действительно можно отдавать боту. Не все. Надо быть осторожным, надо думать всегда перед тем, как каких-то ботов внедрять, но многие, мне кажется, не знаю, 50, да может, даже больше процентов звонков, исходящих, которые я получаю от разных компаний, мне кажется, их можно было бы сделать в целом с помощью ботов. Также исходящие звонки и вообще помощь бота будет полезна, если вы, например, даже и не делаете постоянно эти исходящие звонки, но у вас планируется какой-то массовый, единоразовый, большой обзвон абонентов, и там нужно вести какое-то общение, о чем-то информировать. тут тоже, ну, просто этот проект будет, наверное, дешевле, чем обращаться к какой-то аутсорсинг, я ни в коем случае не убеждаю в том, что не стоит пользоваться услугами аутсорсинга, они в любом случае работают всегда лучше ботов, но в какие-то кейсы боты демонстрируют, что могут реализовать и ровно точно так же, как и люди по исходящим звонкам. И, конечно, нужно всегда помнить, что если вы, опять же, вам помогут боты для исходящих сукок, если вы не предполагаете со своими абонентами разговаривать с чем-то суперсложным, высоким, как здесь написано в презентации, поддерживать беседы с любыми часами, то есть вы предлагаете какую-то простую понятную услугу либо товар, либо спрашиваете, либо уведомляете, у вас там есть несколько каких-то уточняющих вопросов, возражений и так далее, и это можно автоматизировать, у вас есть этот скрипт понятный, и, соответственно, тогда да, бот действительно уместен для исходящих звонков в этой ситуации. Интересно про продажи и ведет ли он диалог ведет, у нас есть такие боты, мы работали для большой телеком-компании, где боты созданы на базе нашей технологии, на МИЖ, осуществляют исходящие звонки, они продают всякие разные вещи, и, естественно, когда происходит исходящий звонком по продаже, этапы отработки и возражений, они есть, соответственно, это бот, не просто который, не знаю, реагирует на да или нет, а это боты, которые могут отвечать на вопросы, я не понимаю, зачем мне это надо, мне это неинтересно, это слишком дорого и так далее. Собственно, это полноценный диалог. Можно, конечно, делать и простых ботов. То есть, все зависит от того, что требуется. что нужно подготовить. Первое, это просто потрясающий, прекрасный, лучший скрипт в вашей жизни, который вы бы хотели автоматизировать. Вряд ли IT-компания, разработчик сделает скрипт продающий лучше, чем вы, который знает о том, как ваш продукт, товар или услугу можно преподнести, продать, предложить или спросить по поводу нее. Правильно? Поэтому надо подумать о скрипте самостоятельно, подготовить его, сделать его в нормальном виде. Также надо подумать о списке возражений и уточнений, которые возникают у ваших клиентов, когда люди общаются на эту тему. Потом, чаще всего, если мы говорим про большую какую-то аудиторию, где нужно обзвонить пользователей, действительно нужно для того, чтобы диалог был живым, использовать какую-то индивидуальную информацию, которую хотелось бы донести для пользователей. Для этого нужны переменные данные, которые, опять же, откуда-то надо брать. И опять мы возвращаемся к методу map, к переменным, которые можно откуда-то забрать. Либо, почему нет, вы можете просто готовить какие-то таблицы, в которых у вас рядом с абонентом будет какая-то маркировка о том, что этот клиент относится к таким, поэтому надо говорить так, а этот к таким, поэтому надо говорить так. Не увлекайтесь, тысячи, десятки тысяч разных маркировок они ваш проект не удешевят, а скорее сделают космически дорогим. Поэтому правильно, что нужно сделать, это подготовить, подумать, о скрипте, подумать о аудитории, которую можно обработать с помощью бота, да и в целом тут мало чем отличается подготовка на самом деле, чем от подготовки к исходящим каналам, которые делают люди. То есть всегда надо думать, кому вы звоните, что хотите предложить, как вы хотите это предложить и каких KPI достичь. Операторам, правда, не нужны API-методы, но это ничего, вы можете, как я уже говорила, запросить своих специалистов. У нас есть про SaaS и ун прем. У нас есть платформа, которая может быть развернута в контуре или может быть использована в облаке. То есть по-разному. В случае с Emilogic, где конструктор ботов, то это исключительно облачное решение, но если компания так, давайте дальше с тем, что понадобится, я сказала, да, по сути почти все то же самое при подготовке исходящих звонков в сценарии, которые хочется запустить даже в обычном контакт-сайде, плюс техническая документация по способу интеграции с внешней системой. Есть нюансы, как во всем на самом деле. Если вы хотите что-то продавать, то для того, чтобы это продавалось, лучше использовать записи диктора, то есть не синтезированный голос, как там такой больше похож на роботизированный. Несмотря на то, что сейчас есть прекрасный синтез, они все равно слышны, что это роботы. Для продающих сценарий использовать нужно предзаписанные реплики дикторов. А если вы исходящие звонки совершаете о том, чтобы о чем-то уведомить пользователя или опросить, или сделать что-то, что людей не сильно раздражает, а чаще всего людей раздражает, когда им хотят что-то продать, если они это не ждут, то здесь можно использовать в принципе синтезированный голос. если мы подтверждаем что-то, предупреждаем и так далее. Люди ждут этих звонков и в целом им все равно кто на том говорит, человек или робот. Еще раз повторюсь, не пытайтесь с помощью ботов продавать сложные услуги или продукты, то есть CRM-систему с помощью голосового бота вы все равно не продадите, тут даже можно не пытаться, но можно, например, автоматизировать кусочек продажи CRM-системы с помощью исходящих звонков. Например, назначать вместо менеджеров встречи. Говорить коротко, что там такая-то компания, говорить, почему вы там лучше, чем другие, и если интересно, то можно перевести диалог на операторы или назначить, например, какой-нибудь Skype call. Почему нет? И еще раз повторение мать в чате скрипт, скрипт, скрипт. То есть работайте над скриптом, привлекайте к этому делу профессионалов, прям те, кто работает в этой сфере, если вы сами не справляетесь. Мы тоже, конечно, сможем вам помочь, где-то что-то подсказать, но помните, например, мы IT-компания, и мы не контакт-центр. Ваши услуги, мы так хорошо, и ваша аудитория так хорошо не знаем, как это делаю, как вы, и вот. Но, конечно, мы можем помочь в этом моменте. Давайте поделюсь теперь результатами. Есть у нас компания Мегафон, как я уже говорила, крупный телеком оператор. Для них существуют периодические сходящие замки, сотни тысяч абонентов, с которыми созваниваются боты. Бот очень близок к конверсии человеческой, но при этом стоимость минуты звонков, она по нашим расчетам в порядка в пять раз дешевле, чем при осуществении этих звонков операторами. Плюсов, в общем-то, много, но всегда помните о том, что нужно очень аккуратно и грамотно подходить к производству автоматизации. В любых каналах, по любым темам. Так, я все. Вопросов я знаю, что было много. Присоединилась Катя Каджаева, отвечала на многие из них. И у нас времени очень много, я знаю, что еще у Натальи нашей есть что сказать. Поэтому давайте я буду закругляться, если что, вы всегда сможете написать нам на почту. Хорошо. Наташа, ты можешь присоединиться? Я в эфире. Коллеги, меня слышно? поставьте плюсики. Да, было очень много вопросов, не на всем мы успевали отвечать по ходу, мы обязательно все посмотрим и ответим или в рассылке фуллап вебинара, или ведущий лично свяжется с гостями, которые задавали вопросы, так что не обижайтесь, пожалуйста, на нас. мы двигаемся дальше. У меня небольшая заключительная часть о наших образовательных проектах, которые будут полезны тем, кто планирует внедрять чат-ботов. Да, может немножко прерваться у меня связь, соединение нестабильно. Перед тем, как я начну, у меня встречный вопрос к слушателям, к зрителям нашего вебинара. Достаточно ли подробно мы вам рассказали по сегодняшней теме и о чем бы вы хотели узнать еще? Слишком громко. Так, я сейчас сделаю дальше. Так, лучше? Напишите, пожалуйста, о чем бы вы хотели узнать еще и мы организуем обязательно для вас вебинар или полезный материал? Спасибо за ответы. Продолжайте, пожалуйста, писать, мы обязательно все это посмотрим, а я пока двигаюсь дальше. Как уже говорила Ксения, мы давно на рынке, у нас большой опыт реализации крупных проектов и мы делимся нашей экспертизой, публикуем большое количество материалов и специально для вашего удобства я подготовила дайджест таких публикаций. Апрельский выпуск, конечно же, не может обойти тему карантина и того, как можно использовать технологии разговорного искусственного интеллекта в этой ситуации. Сейчас я расшарю дайджест для скачивания прямо здесь вебинарной комнате я разрешаю скачивание у вас на экране появится отбивочка что можно скачать файл вы переходите во вкладку верхней панели меню вкладка файлы в виде листочка с загнутым уголком и оттуда сможете скачать дайджест у кого получилось пожалуйста поставьте плюсик отпишитесь что все получилось все работает работает прекрасно скачивайте а мы двигаемся дальше недавно в конце марта мы с моей коллегой Екатериной Каджаевой которая сегодня помогала отвечать на вопросы в чате выступали на крупной отраслевой конференции и рассказывали о автоматизации первой линии входящих звонков подробно о том из чего состоит проект как создаются боты как они дообучаются на какие показатели бота нужно смотреть во время его работы как контролировать и по этому докладу мы подготовили гайд по реализации проектов с коллботами сейчас я вам его точно так же расшарю чтобы вы могли его скачать прямо здесь и я рекомендую читать этот гайд параллельно просмотру доклада ссылочка на доклад есть на слайде презентация будет вам разослана это можно найти на портале колл-центр гуру известный портал профессионалов контактных центров если все у нас хорошо ставьте плюсы двигаемся дальше что все работает спасибо продолжаем подборку наших полезных ресурсов канал justine на youtube куда мы выкладываем записи наших прошедших вебинаров и обучающие видео по нашим платформам я уже бросала один раз ссылочку на этот канал сейчас я вам ее также продублирую все видео в открытом доступе там же окажется запись сегодняшнего вебинара поэтому имеет смысл подписаться чтобы не пропустить обновление двигаемся дальше в оффлайне мы проводим известную конференцию конверсейшнс посвященную голосовым ассистентам чат-ботом и разговорным интерфейсом я знаю что сегодня среди зрителей есть участники и даже спикеры этой конференции очень рады вас всех видеть приятно что посещаете наше мероприятие обычная конференция проходит два раза в год и собирает порядка 500 участников из крупнейших российских европейских азиатских американских компаний представители бизнеса и разработчики делятся своими кейсами своим опытом лайфхаками по разработке подобных систем в этом году летняя конференция у нас по понятным причинам переносится на осень в Москве сайт конференции принимает заявки на участие участие как зритель участие с докладом если вам есть о чем поделиться там работает форма обратной связи которую можно заполнить мы обязательно свяжемся с вами как только будем знать когда и где состоится конференция бросаю тоже ссылочку в общий чат а пока мы ждем развития событий мы открыли записи прошлых конференций на канале youtube про который я вам уже рассказывала конференции 18 и 19 годов в открытом доступе более 70 докладов прекрасные доклады прекрасные кейсы в открытом доступе присоединяйтесь подписывайтесь смотрите мы будем обновлять эти доклады новыми подготовим и выложим так ну и вот подарки от наших партнеров компании плац альянс алина обухова из компании плац альянс уже выкладывала вам ссылочки я еще раз повторю что партнеры открывают доступ к экспертным материалам на портале журнала плац и журнала ритейл и лоялти по ссылочкам можно перейти и по промокоду получить доступ сейчас я еще раз напомню вам инструкции как это сделать кину ссылочки в общий чат вот по сути по маркетинговой части это все мы завершаем наш вебинар если остались какие-то важные вопросы и вы хотите пригласить ксению обратно в эфир или константина то напишите давайте позовем их обратно они еще с нами никуда не ушли а если вопросов нет то напишите вопросов нет или поставьте минусик и мы будем завершать вебинар да павел запись будет мы ее разошлем по почте всем зарегистрировавшимся и выложим на канал на ютюб ссылочку на которую я бросала галина нам тоже было очень приятно вас видеть остальные вопросы в личке прекрасно спасибо вам что были с нами сегодня спасибо за интересные вопросы спасибо за активное участие в вебинаре мы будем очень рады увидеться с вами снова кто самый активный мы решили подарить подписку всем очень трудно выбрать самого активного поэтому подарим всем ну что ж еще раз спасибо и до новых встреч спасибо